Близится наше время, люди уже расселись, Мы умрем на рейхах, людям хочется зрелишь. Меня зовут Артур Сомальянинов, я актер, музыкант. Я первый раз в Америке, и я всегда хотел здесь оказаться, мне очень интересно. Я абсолютно из поколения людей песни «Goodbye America». Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Это очень точная строчка, так и есть. Всегда мечтал, хотел когда-нибудь сюда попасть. Потом здесь Голливуд, в принципе, мекка для любого артиста. Это вершина, не знаю, как Силиконовая долина, наверное, для ученого, наверное, это то же самое для артиста. Эта мечта, она меня тоже всегда манила, звала и зовет. Я верю, верю в себя и верю в то, что жизнь так повернулась, тем более, что она сама как бы подталкивает и говорит, что вот, here's your chance. И, why not? Я верю, что все может получиться. Где-то года три назад. Наступил такой момент, какой-то переходный период у меня был сложный. И я для того, чтобы как-то с этим разобраться, стал сочинять песни свои. То есть это была, в общем, такая самопсихотерапия. Ну и вообще стало понятно, что нужно что-то делать, в том смысле, что заниматься каким-то делом. Хотя вроде актерская профессия – это тоже дело, да, но тем не менее, хотелось чего-то, чего-то еще. Мне казалось, что я как актер себя исчерпал на данном этапе, что нужен какой-то, какой-то новый импульс, новый вызов самому себе. Я начал заниматься музыкой-то в детстве. Год на классической гитаре занимался, потом ходил в кружок обычные там гитары, всякие рок-песни напели. Там я чуть-чуть занимался на пианино, на кларнете я занимался, на саксофоне. Вау! Господи! Надевай клапки! Бумба! Музыка, она сама всегда, она во мне всегда звучит сама по себе. Я ее как бы не приглашаю, она приходит сама. А вот, в конце концов, тут боже, Артур, ты представляешь? Не трогай, попейсь обратно. Что-то как детский сад. Я могу посладиться красотой, я прошу прощения, просто лапрой. Сладиться можно, а лапрой-то зачем? И? Что и? Лотовид сезона 23-24. Невероятная шелковая накидка. Бля, почему не на ощущение, что я не вынесла, что я из России. Лот, номер два. Невероятный. Невероятная нашурнушка. Заверну я так. Мы выступаем в Масотском центре имени Артура Смоленинова. Одно из самых популярных мест Сан-Франциско. Наше произведение, нашу композицию я играю вместе с двумя ребятами, с виолончелистами, с пианисткой. Виолончелиста зовут Женя Танха, он живет здесь, в Америке, в Лос-Анджелесе, довольно давно уже, и пианистка Варя Черкина. У меня есть друг, с которым мы, музыкант, с которым мы сначала сделали в Театре современных спектакль. По поэме Бродского посвящается Ялте. Нам понравилось. Мы захотели сделать что-то еще. И я помню, что я сидел на кухне где-то, что-то наигрывал, наигрывал. Как-то так получилось, что музыка легла на слова, и хорошо так было, мне понравилось. И потом предложил своему другу, говорю, давай вот сделаем такую композицию по произведениям Бродского. Ну вот, собственно, так потихонечку сложилось. Проект называется «Реки и улицы». Нет, дядя, это не решилось проблемой, это не желательно у вас. Да, да. Нет, я такого не видел даже здесь. Здесь бывали бодокизаны курики. Ребят, давайте поймем, как мы поставим этот пьян. Мы ее недолго играли, когда мне пришлось уехать, и нужно было что-то делать, как-то зарабатывать. И стали поступать предложения, что вот приезжайте, привезите что-нибудь. И вспомнил про нее, стал пересматривать, и сам обалдел, честно говоря. Что было полное ощущение, что все это было сочинено до сегодняшнего дня. Что тогда это был некий как затакт. Ну, опять же, я не хочу казаться каким-то пророком задним числом, но, тем не менее, ощущение надвигающейся катастрофы какой-то у меня было довольно давно. Потово час. Молодец, ладно, все. Погнали. Так все совпало, да, и сегодня действительно звучит совершенно вот как будто это про сегодняшний день. Но это говорит только о том, что это не просто какой-то тяп-ляп, да, не халтурка, не шарашка, это содержательное, полноценное произведение, в котором есть много слоев, много смысла. И это значит, что оно, в общем-то, вне времени, по большому счету. Когда мы начинаем играть в зале, каждый раз я чувствую, что начинается сейчас как бы немножко с недоумения, и потом постепенно мы людей вовлекаем, мы их заражаем. И это большой кайф чувствовать эту трансформацию. Они начинают рефлексировать все это, в них попадает весь этот мир, он начинает в них жить. И они вообще забывают уже о том, что они на Артура пришли. И, конечно, люди выходят уже совершенно другими. Мы сейчас продаем все в Испанию, мы приезжаем сюда. Я не знаю, в Америку, мне Женя меня встречает и говорит, на тебя уголовное дело. Это, пожалуйста, возбудили за проданием террористов. Давай, фотографируйте его. Сейчас у нас верхоречит, да. В один день. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите, тут много же в Америке. Лучше меня знаете, что тут все по графике, просто с вами. Я хотела бы сказать вам большое спасибо вашему комбинатору. Я все звук, когда я на меня не поставил, вообще. Нет, это все идет, серьезно. Понимаете, если вы слышали, что сейчас хотят отметить закон о третьих лицах, то есть, в принципе, вы все становитесь по этому закону по моим сообществам. Если что, вы просто имейте их в виду. А слава богу, что мы ничего не в Америке, да, не в России. А тут это можно. Я рад, что это было. История цикличная. Но вот так нам не повезло, что теперь это Россия. Была Германия, была Италия, была Греция. Многие народы Европы этим переболели. Мы просто есть там цивилизации, которые делают над собой усилия и переходят на следующую ступень. И для них их прошлое, какое бы оно ни было, это их урок. Очевидно, что здесь пока никто никаких выводов делать не собирается. Мы можем прекрасно и душно говорить, ну, конечно, ну, ничего. Вот сейчас как Путин уйдет, и вот все наладится. Да нет, конечно, не нужно думать, что это один Путин. Придет кто-то другой, но сама атмосфера будет такой же. Вы гордитесь клеймом экстремиста, это часто синоним признание? Для меня это не значит ничего, потому что вообще любые решения этих людей, они ничтожны из морально-симентрической точки зрения, чтобы люди находятся вне закона. И это все остальное, что это решение, и все равно, что люди считают, что это не сюда. Они, по большому счету, помещают людей, на которых они повесили эти ярлыки, они помещают их пока в виртуальное гетто. То есть они их всячески изолируют от общения с другими людьми. Это, конечно, подлость и сволочизм. Ну, что тут можно сказать? Ну, это не навсегда, к счастью. Так, естественно, придет, говно всплывет. И я, честно говоря, в предвкушении, конечно, я хочу увидеть этих людей по именам всех. На скамье подсудимых. Они, конечно, подонки. И многие из них осознанные подонки. Вот. И я хочу передать им привет и сказать, что ваше время придет, друзья, обязательно. Даже не сомневайтесь. Сейчас все придут. И он придет сейчас. Можно ехать? Да. Готовы? Готовы. Полеты. Полеты. Артур, я не знала, что твои песни по радиоамерике крутят. Ха-ха-ха. Я сам не знал. Это мне нравится. Что мне очень понравилось, что сразу видно и ощущается, что, безусловно, это страна возможностей. Безусловно, это страна абсолютно мультикультурная. То есть, когда ты выходишь на улицу и видишь всех людей, всех цветов, расцветок, роста, пола, гендера, чего угодно. И всем есть место, никто ни на кого не смотрит косо. Тут редкий случай, когда большая часть того, что я себе представлял, или того, что видел в кино, или того, что мне рассказывали люди, совпадает с тем, что я увидел своими глазами. Это больше всего удивляет. Современная страна. Реально. Современная вот в реальном смысле этого слова. А что такое современное? В ментальном, в первую очередь. Когда такие слова, как уважение к личности, человеческое достоинство, равенство перед законом, это не просто слова, а это воплощенная система взаимоотношений между людьми. И ты это чувствуешь. И ты понимаешь, слушай, когда я понимаю, что все зависит от меня, мне нужно просто делать, блин, меня это окрыляет. У меня было предчувствие, что, наверное, я уеду. Не знаю почему. Я абсолютно человек, если надо делить, я абсолютно западник. Я абсолютно человек западной цивилизации. У меня ощущение, что я перенесся на 300 лет вперед. Вот эта современная цивилизация, вот сегодняшняя цивилизация. А русская цивилизация решила идти назад, а не вперед. Все-таки американская цивилизация создавалась гораздо позже и на совсем других основах, мне кажется. Это новая земля. Не знаю, это называется новый свет. Почему он новый? Потому что он взял все лучшее от старого, а все, что ему не нравилось, он оставил там. По сути дела, люди построили мир заново. В идеале, конечно, нам бы тоже была нужна какая-то такая новая земля, чтобы мы могли построить новую Россию, условно говоря. Но просто мне кажется, что на той земле, на которой она сейчас есть, уже ничего нового можно, но точно не при нашей жизни. Это будет очень медленный процесс. Очень медленный процесс. К сожалению, постоль, поскольку для меня все вновь и впервые, и я пытаюсь всем заниматься сам, все сам организовать, обо всем сам договариваться, хотя совершенно не мое это дело, я это не люблю и не умею делать. Но тем не менее, нам не очень повезло с организаторами, к сожалению. Они как-то не очень добросовестно выполняют свою часть договора, не очень там хорошо соблюдают райдер. Ну и вообще как-то слишком сильно заточены на извлечение прибыли, и слишком мало заточены все-таки на полноценный какой-то кооперейшн и понимание, что на этом все не заканчивается, что недостаточно просто продать людей. Они после этого не становятся мебелью все-таки, они остаются людьми, и с ними нужно как-то по-человечески общаться. Мы с вами за 5 месяцев до концерта договаривались, за 5, за 3 месяца я прислал вам всех райдер. Мы все обсуждали, все обсуждали. И по итогу мы приезжаем, и вы нам объясняете, что нам это не нужно, и это не нужно, и это не нужно, потому что у вас плохо продаются билеты, виноваты в этом, как будто бы мы или кто-то там, что много концертов. И поэтому вы решили на нас экономить, потому что вам не выгодно. Вот и вся ваша логика. Здесь вот ходят люди, которые работают по 20 лет, на телевидении музыку играют, они офуевают, просто офуевают. Ведь мы такого не видели никогда. Вот человек играл со всеми оркестрами мира, он вауевал, вы понимаете, что это ваша репутация? Или вам, по-моему, вас только бабки интересуют? Каждый раз мы сталкиваемся на каждом концерте с каким-то сюрпризом, что нам-то не привезли то, не привезли сё, или зал вообще не приспособлен для нашего формата. При этом нам все время предлагают, спрашивают, а может нам это и не нужно, то, что было в Тихрайдере написано. Но тем не менее, люди не виноваты. Мы приехали к людям, мы находим выход из ситуации каждый раз. Готовы? Пошли. Всё. Дальше, на свой трик. Привет. Пришли. Я слышал, нормально? Расскажите о себе. Спасибо, товарищи. Я сыралист. У нас все революции не пошли в технические сложности. Мы постараемся преодолеть, насколько главное. Сейчас мы вместе с вами поймём. У меня такое столькое ощущение, что, особенно отсюда я смотрю, что, конечно, ну, во-первых, русский народ обманут. Но, знаешь, обмануть мне несложно, я сам обманываться рад. А почему обманут? Потому что не помню я вообще таких моментов, особенно в русской истории, начиная там, не знаю, с опричин, можем оттуда начать. Я не помню моментов в русской истории, где вот русская цивилизация, люди, населяющие русскую цивилизацию, а, полноценно бы сражались за свою свободу внутри, а, б, получив её, всё-таки смогли бы осознать и понять, что с ней делать. Потому что свобода – это ответственность. Ответственность – это сложно. Русским людям нравится, чтобы был папа, который шлёпнул по попе, когда нам дал пряник, чтобы за них всё решали. Эти же все слова там про величие, да, про особость русского нравятся, что все очень приятные слова. Ну, а большинству людей, в общем, не очень хочется и рефлексировать. То есть, может быть, они и понимают, что их обманывают. Но, опять же, обманывать мне не трудно, а сам обманываться рад. Потому что инфантилизм – такой цивилизационный инфантилизм. На данный момент музыка, конечно, для меня внутренне, именно в практическом смысле сейчас более актуальный вид деятельности. Мне нравится писать, у меня получается, у меня много уже написано. Ну, раз я это понимаю, значит, я это сделаю. Ну, по сути дела, у меня жизнь началась заново. И я готов и хочу строить её с нуля, в том числе и как актёр. Потому что, несмотря на свои ощущения, что тогдашнее исчерпало себя или нет, тем не менее способности данной природы я никуда не делюсь. Сейчас у меня есть мотивация пересобрать себя заново, в том числе и как актёру. Конечно, я хочу и актёрскую карьеру продолжать, но в Голливуде. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 Мне так объясняют и говорят, что в моем случае это будет довольно несложно. Я хотел бы собрать группу, хорошую группу, большую группу, хотел бы ездить, хотел бы выпускать альбомы свои музыкальные, хотел бы ездить с концертами, хотел бы попасть в Голливуд и сниматься в американском кино или в европейском. Язык у меня есть, желание у меня есть, понимание у меня есть, это мой мир. Это мой мир, мне здесь хорошо. Там вечная зима в стране волшебной, Иди мы, мальчик, всюду вон и гай, Все из-за злой волшебницы страшен, Туда, где не наводятся мосты, Течет себе течек моя свобода Прямо, где해야 ли тебя? Я magnets и кусты, Укрытый одеялом цвета сон sola Субтитры создавал DimaTorzok